здравствуйте дорогие друзья недельная глава балак и мы из нее узнаем одну очень важную вещь о чем нас будут спрашивать на небесном суде через 120 лет но сначала вот коротко одна история жил в иерусалиме праздник праведник великий праведник он был рабе рабе маша ронштерн он был мажьехом и шиевый каменец и вот когда ему было восемь лет он заболел тяжелой болезнью его в отец сводил к врачам обращался кравом читали все за него тегилим и в конце он сказал он смотри все хлопочут на твоем выздоровлении кроме тебя ребенок спросила что я должен делать отец сказал прими на себя какую-нибудь обязанность которую будешь исполнять когда оправишься от болезни ребенок спросил ну что именно но сказал отец ну например возьми на себя обязательства что если выздоровеешь всегда всю жизнь будешь помолиться в меня не мальчик пообещал и скоро очень пошел на поправку и выздоровел он безусловно исполнял свое обещание вырос изучающим тору человеком богобоязненным и стал мажги этому вишеве решила росла и вот его отправили там надо было что-то как-то здание решили в америку поехать для сбора пожертвований отправили его он пошел билетную кассу берет бред или скрытая есть меня в самолете ему дарят рабе мы здесь билетная касса не организация по миньянам большинстве случаев бывает а может и не будет он сковорит я тогда не могу лететь ему сказали ну знаете можем предложить вам транзитный рейс с остановкой в амстердаме на рассвете там будет у вас два часа там найдете себе что-нибудь он подумал решил что у него будет время успеть меня ну выбрал этот вариант самолет приземлился в амстердаме они около двух часов он взял талит филин вышел из аэропорта стоит ждет машину думать спрошу куда-то вдруг машина останавливается раб спрашивает куда рабу нужно я ищу меня для утренней молитвы там молитву он как пусть раз садится видно что водитель еврей тоже выяснилось что он еврей живущий за городом и каждое утро ездят рано-рано утром в такой пригородный городочек маленький молиться миньянчик и потом едет на работу через некоторое время они оказались там на окраине города остановились кого-то домика маленькая зашли там было восемь евреев ожидавших когда соберется меня они помолились меня не а после молитвы парень отрисовывал аэропорт и вот когда мы шеях рассказывал вот это вот он говорил вдумайтесь человек вдумайся 8 человек стали рано утром и пошли молиться миньян 9 должен был приехать на машине а 10 откуда должен был взяться 10 и вот десятого привели меня он говорит вы видите так бог все у него рассчитано все он знает ибо по пути которому стремится идти человек его ведут и по злу и по добру еще хочет его не мешает небо небо не мешает ему стать неправедником не злодеем этот принцип вообще учит гмара в трактате макот из нашей недельной главы от белама сына пиора творец не хотел чтобы он шел в бендиан он что ему сказал не ходи с ними но тот начал ныть до того кому говорит встань и иди как-то как такое что значит вот так вот подумайте о своей жизни вот иногда мы иногда там знаете если люди бросают жребию говорят о нет нет тут я еще раз переброшу все ты бросаешь вызов судьбе человек задумывает вот идет краву спрашивает что-то скажите то отвечает мне так он я пойду к другому все ты бросаешь вызов судьбе вот ангел милосердия пытался остановить белама придавила помните осел ослица остановилась но белама ему сказала сейчас даже когда понял что это ангел ну если это плохо в твоих глазах я этого не сделаю то есть когда мы начинаем клянчить у бога он нам не мешает если он нам мы видим каждый раз своей жизни кита намеки что-нибудь если мы не видим намеком нам не мешают нас спрашивает потом через 120 лет один-единственный вопрос где была твоя мудрость почему ты не поразмыслил датчик не может видеть вперед но поразмыслить то он может спор написал имел аль с лица говорит белама имела ли я так обыкновение поступать с тобой что это значит когда с тобой происходят необычные события остановись и подумай остановись надо предположить что что-то здесь не так или твоя поездка нежелательно ли что-то не так это ведь три раза произошло ты проявляешь упрямство ингренерируя все фактически основным аргументом будет вопрос где же твои глаза где твой ум и без лица что с повелом сказал согрешил я бы не знал наибольшим грехом было незнание нежелание задуматься и обратить внимание спрашивает какой же спрос если не знал ты остановись и нам медраж говорит следующее очевидно что в будущем нас будут упрекать за грехи и за поступки за бездействие за нарушение и так далее но самое большое что нас спросят почему мы вели себя как безумцы и слепые разве мы не знали что есть творец мира разве могли в самом деле подумать что мир брошен на произвол разве не предвидели что придется держать ответ и если споткнулись то почему проявили лень и не вернулись на правильный путь где был разум где понимание вот что будут спрашивать у нас вот чем упрек поэтому каждый раз когда с человеком происходят какие-то события которые ну выбиваются из обычного остановись остановись и подумай это знак сверху причем знак милосердного бога брахавы от слаха милосердных